Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я хочу с вами поделиться одним новым методом выращивания биологических препаратов для защиты растений, в основе которых находятся грибы. К таким препаратам относятся триходерма, метаризиум, баверия и некоторые другие препараты. Но эти являются наиболее распространенными. Некоторые грибы, такие как триходерма, баверия, метаризиум, они хорошо выделяются из препаратов, которые являются коммерческими и продаются в магазинах. Например, я систематически выделяю, перевыделяю, и всё хорошо выделяется вот из такого вот препарата метаризиум. Ну, есть какие-то аналоги другие. Ну, вот здесь у меня всё хорошо получается, я неоднократно об этом на канале говорил. Среди различных способов выращивания вот этих грибов, или которые защищают от болезней, или как метаризиум от вредителей, есть, конечно, ну, такие наиболее стандартные, которые используются даже в производстве. Это, например, выращивание на зерне, и продаётся зерновой триходермин, например. Но дело в том, что в домашних условиях не у всех, как показал опыт, получается этот препарат. Связано это с тем, что и отруби, и крупу, и зерно пшеницы, например, населяют множество различных посторонних грибков. И избавиться от них бывает достаточно сложно. Хотя мы и предлагали методы и пропаривания, и прожаривания. Однако же, систематически наши подписчики, которые увлекаются выращиванием этих грибков, ну, жалуются, что не всегда, не в каждом случае получается вырастить чистый препарат. Иногда вырастает мукор. Ну, а у тех, у кого по дому летает и аспергил, тоже. Это зачастую бывает в частных домах, особенно, где птицы, где животные, где корма и так далее. В квартирах, где сырость, потому что вот этот вот чёрный грибок, который возле подоконника, по углам на кухне, ещё в ванной, это всё этот самый аспергил. И, конечно, он может сюда попадать, если его много, если влажно в квартире. И всё это не очень удобно делается. Я для этого перебрал несколько различных субстратов, разных субстратов, которые могли бы стать основой для выращивания биопрепаратов. И, в конце концов, нашёл оптимальный вариант. Это не что иное, как перлит. Перлит – это такой, как бы, искусственный минерал, искусственный песок, который нейтральный по отношению к микроорганизмам, который очень пористый, содержит значительное количество воздуха внутри себя и который достаточно хорошо удерживает влагу. У нас также были рецепты по выращиванию биопрепаратов в жидкой фазе, без использования зерна, отрубей или крупы. И вот я решил соединить два способа. Это выращивание в жидкой фазе, но эту жидкую фазу впитать в перлит. Исследование перлита, предварительное исследование перлита, показало, что он, можно сказать, вот в таком вот необработанном виде, в таком, в каком вы его можете купить, а у меня, смотрите, целая огромная его упаковка. Вот здесь скрыто, потому что я его уже часто использую для опыта, в том числе для выращивания биопрепаратов. Вот эти, эта упаковка не требует никакой обработки. Не надо ни варить его, ни парить, ни жарить. Ничего не надо делать. Он абсолютно чистенький. В нем буквально нету ничего такого, что может прорасти и помешать дальше выращиванию наших биопрепаратов. Рецепт очень прост. Ну, я вам расскажу свой, а вы можете его модифицировать как угодно. Я беру вот такую вот 800 граммовку, вот с такой вот хорошо закрывающейся крышкой. Насыпаю туда почти полную банку перлита. И делаю раствор. Это может быть минеральный раствор с сахаром. Жидкое удобрение, которое разводится по инструкции. Можно кинуть туда маленькую щепоточку соли поваренной, чтобы обеспечить грибы хлоридами и натрием. И добавить столовую ложку сахара на литр такой жидкости. Это может быть картофельный отвар. Это может быть капустный отвар. Это может быть какой угодно овощной отвар. Это может быть даже отвар от макарон, потому что он содержит и некоторое количество солей минеральных, и достаточное количество крахмала и других питательных элементов для выращивания этих грибов. И затем вот на такое, ну примерно здесь получается 700 миллилитров этого перлита. И сюда примерно вливаю полтора стакана, полторы больших стакана вот этой жидкости. И как следует вот так вот стряхиваю. Сейчас не хочу стряхивать, потому что у меня здесь уже вовсю растет гриб. И вот так вот стряхиваю. Затем, после этого, я смотрю, если у меня здесь на 1 см жидкость отстоялась, значит больше жидкости я не наливаю. Но надо, чтобы вот здесь внизу все-таки немножечко жидкость появилась. Она по мере высыхания этого перлита, подсыхания перлита, будет подтягиваться вверх и обеспечивать вот этот верхний слой наращиванием, наращиванием, наращиванием мицелляльно-споровой массы этого гриба. И затем заселяю сюда гриб. Либо же кладу уже крупиночки триходермы или метаризиума, или засыпаю туда препарат. И закрываю. Между прочим, я обратил внимание, что можно не танцевать танцы с бубнами для того, чтобы вырастить триходерму и метаризиум. С какими-то отварами или солями, или еще с чем-то. В два раза разбавленное молоко наименьшей жирности, ну можно взять и 3-2%, не проблема. Но чем меньше жирность, тем лучше. В два раза разбавленное молоко и прокипяченное из магазина, вот берете молоко из пакета, там или из бутылки, разбавляете в два раза водой и кипятите пару минут. Охлаждаете и заливаете вот сюда. И растет здесь все прекрасно. И растет именно то, что надо. Более того, я обратил внимание, что на молоке не очень-то хорошо растет мукор и какие-то другие повреждающие, загрязняющие вот эти наши системы грибочки. Поэтому такой вот вам лайфхак. И этот субстрат потом, когда все это выросло, вы можете несколько раз перемешивать, чтобы споровая масса попадала внутрь, чтобы все это перемешивалось. Можете периодически вот так вот раз в недельку открыть, вот так вот, чтобы оно постояло у вас, ну, буквально ночь, потом опять закрыть. Не трясите перед тем, как открыть, чтобы споры оттуда не вылетали и не разлетались по дому. Это абсолютно безопасные грибы. Но все-таки разводить их в доме, ну, не очень хорошо. Опять закрыли, опять поставили в обыкновенные комнатные условия, в темноте где-то, спрятали, и пусть оно там неделю растет. Через неделю взяли, открыли, на ночь поставили, газообмен прошел, закрыли, опять на ней. И вот вы можете таким образом хранить эту систему, хоть от сейчас до весны. Можете поставить в погреб, когда уже здесь основательно нарастет мицелляльная масса. Ну, вот так перемешали и опять пусть растет, перемешали и опять пусть растет. И дальше с этой банкой до истребования надобности ничего не делайте. Вот так в банках пускай ваш препарат и стоит, нет проблем. Еще один лайфхак. Можете повернуть эту банку не вот так, а вот так положить. Но я не хочу класть сейчас, потому что у меня там мицелий хорошо вырос, растет. Но вы можете положить вот так вот на бачок. Что это даст? Это даст большую поверхность контакта перлита с воздуха внутри банки и лучшее нарастание мицелляльно-споровой массы, ее накопление здесь. И все, без проблем. Пришла пора, пришел там, например, декабрь, вы готовите смеси для рассады, взяли хорошую столовую ложку на ведро земли, перемешали как следует, оставили созревать. Если вы не оставляете созревать, непосредственно купили грунт в пакете и хотите его использовать для посадки, высадки высева рассады. Взяли стакан вот этого перлита с этой мицелляльной массой, ахнули туда, перемешали как следует. Сам по себе перлит очень ценен для подмешивания в грунт, особенно для рассады. Да и вообще при посадке растений хорошо его кидать по хорошей горсти в лунку. Почему? Потому что он удерживает влагу, хороший воздушный режим для корней обеспечивает. И так далее. Кинули, перемешали, тут же по стаканчикам рассадили, все распикировали, все прекрасно и замечательно. И нет лишних грибов, нет никакого запаха, ничего здесь постороннего нет. Очень-очень хороший способ для выращивания домашних биопрепаратов. Ну и не верьте никому, что это вредно для здоровья. Совсем не вредно для здоровья. Все хорошо. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Выращивайте биопрепараты, пользуйтесь истинно природными, по-настоящему природными способами выращивания растений в саду и в огороде. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!